Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата и сосредоточимся на грядущем матче Спартака и Факела. Для краснобелых это та самая история, когда ты, с одной стороны, фаворит и вроде как должен здесь подходить к этой встрече с позицией силы, с уверенностью в своих футболистах и в своей игре, но, но, Факел это коллектив, который раз за разом становится непреодолимой поиградой для Спартака, и краснобелые очень часто теряют очки в матче с воронежским коллективом. Почему? Ну, потому что Факел, во-первых, конечно, имеет сумасшедшую мотивацию показать себя против Спартака, плюс к этому стиль игры, который, несмотря на смену наставников, является стабильным и преемственным, то есть футбол достаточно оборонительный, жесткий, атлетичный, он всегда становится очень серьезным антиподом для Спартаковской игры. Поэтому сейчас Спартак, тем более на фоне их проблем, отсутствие Промеса, целого ряда других исполнителей, временного переезда в Лужники, в общем, Спартак будет смотреться в определенном смысле уязвимым. И давайте обсудим этот грядущий матч, оценим ту и другую команду, взвесим все за и против, плюсы и минусы, и сделаем какую-нибудь резюмешку по этой встрече. Но сперва хотел попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, потому что там появляется очень много новостей, очень много статей моих авторских и заметок. А главное, я думаю, вы помните, что мы всегда Спари, и там, на моей телеге, вы можете найти бонусы и подарочки от этой абсолютно легальной компании, которая нас поддерживает и которая делает просмотр футбола еще интереснее. Там вы можете найти разные фейбеты на 2024 рубля, например, и все это доступно по ссылочке в описании и в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал. Так что проходите, читайте мои статьи, получайте подарочки и будьте в курсе моих последних заметок. Ну и по нашей традиции давайте начнем разбор соперников с Андердога, а дальше постепенно перейдем к фавориту. Здесь, ну, на мой взгляд, факел, конечно, будет смотреться именно что Андердогом, но Андердогом максимально опасным, который способен сотворить сенсацию и с которым, конечно, будет очень нелегко хозяйской команде, то есть Спартаку. И давайте начнем с плюсов факела. Во-первых, это невероятно боевая и крайне неуступчивая команда. У них в последних 10 турах всего одно поражение, то есть, строго говоря, результаты у них в каком-то смысле даже получше, чем у Спартака. И, разумеется, матч со Спартаком станет для них сумасшедшим вызовом и мотивация у них будет зашкаливающей. В том числе для того, чтобы продолжить эту, ну, достаточно хорошую тенденцию игры без поражений. Да, у факела при этом маловато побед, особенно в последнее время, но чтобы проиграть, нет, это не про факела. Они упрутся, будут биться, сражаться, пихаться, толкаться, бросаться в ноги, но не уступят. Поэтому здесь максимально неприятный коллектив. Плюс к этому, ну, стоит ли напоминать, что предыдущий матч между Спартаком и факелом закончился для красно-белых поражением. Поэтому здесь свой статус очень неприятного оппонента факел подтвердил. Плюс к этому хотелось бы отметить, что факел чисто стилистически неудобен для Спартака, потому что будет работать от защиты, от обороны. И вот, понимаете, Спартак сам в предыдущем туре очень удачно сыграл на подобном футболе вторым номером с плотной защитой и быстрым выходом из обороны в атаку. А здесь их будут разить тем же самым оружием. И учитывая, что здесь уже Спартак фаворит, в отличие от матча с Зенитом, здесь Спартаку на своем поле придется идти вперед, нарываться на контратаки, а там уже и проблемы могут возникнуть. Потому что у Спартака хватает потерь. Это и Промес, без которого атака будет не так хороша и вариативна. Это и Литвинов. Возможно, даже еще более серьезная потеря в центре и поле без него тяжеловато будет против факела и его контратак в первую очередь. Плюс к этому под вопросом некоторые другие футболисты, Бонгонда сыграет или нет, там Хлусевич не будет точно дисквалифицирован вроде. Многие скажут, это не такая уж большая потеря. Ну, не знаю. Опять же, с Зенитом, кроме нескольких косяков, сыграл на самом деле не так уж и плохо. Поэтому здесь Спартак будет несколько ограничен в ресурсах, и это сократит разницу в классе. Тем более, что у факела и так есть позиции, где они, на мой взгляд, смотрятся сильнее Спартака вратарская зона. Максименко за последнее время прибавил, но Белинов, Белинов, это человек, который в этом сезоне, на мой взгляд, один из лучших галкиперов России, не побоюсь этого слова. Разумеется, важным плюсом для факела будет еще и работа на стандартах. Спартак Воронеж, это одна из лучших команд России по игре, вот как раз с угловых, штрафных и так далее. Они четвертые по количеству забитых мячей со стандартных положений. Спартак занимает почетное последнее место по этому показателю. Так что здесь стандарты могут стать как раз таки вот этой красной ковровой дорожкой в сторону ворот Сапе. Но поэтому Спартак играет дома, поэтому Лужники, ну как бы это сказать, многие говорят, что Лужники для Спартака такие же привычные, как открытие арена, но Лужники все-таки, Спартаку привычные немножко в другом виде. Когда они на старых Лужниках играли, для них это было намоленное место, намоленный стадион и все остальное. Сейчас-то Лужники, прям скажем, поменялись и это уже другой стадион. И здесь уже сравнивая открытие арену и новые Лужники, ну открытие уже куда роднее. Но, тем не менее, здесь все равно домашний статус матча как бы будет, болельщиков много, так что будет вот такой вот нюанс. Но к полю придется привыкать, кстати, что является уже минусом для Спартака, который несколько обесценивает домашний статус игры. Очень важно ведь играть не только при своих трибунах, но и на своем поле. А поле, получается, непривычным будет и для тех, и для других. В общем, такой вот косяк есть. Еще один момент касательно Спартака и их преимуществ, это, конечно, состав. Ну тут в большинстве зон, на большинстве позиций состав у них круче, сильнее, вопросов никаких нет. Плюс глубина состава у Спартака также выше. Это важно. Важно и то, что Спартак сейчас будет уже под непосредственным руководством Абаскали, которому не придется ехать на спортивную базу, чтобы оттуда давать какие-то пояснения и корректировки для хода встречи. А учитывая то, что Абаскаль, ну, по моим ощущениям, находится в неплохой тренерской форме, и «Зенит» Спартак смог, ну, скажем так, переиграть тактически, да, по счету ничья, но тактически Спартак здесь смог перехитрить Симака. И это, несомненная заслуга Абаскали, поэтому сейчас есть ощущение, что наличие тренера и его возвращение после дисквалификации – это тоже важный плюс. К тому же, как бы это парадоксально ни звучало, Спартак имеет плюсы в атлетизме. У них более рослый состав. То есть это парадоксально в том плане, что Спартак очень много пропускает со стандартов и очень мало забивает. Но состав у них в целом более рослый. И учитывая то, что показал Бабич тот же самый в матче против «Зенита», я думаю, здесь второй этаж они могут перекрыть для соперника. Самое главное, что перекрыли еще и на стандартах. Ну и вообще есть ощущение, что Спартак после боевой ничьи на выезде с «Зенитом» как-то поверил в свои силы, и несмотря на все негативные нюансы, с Полем, с Промесом, со всем остальным, должен сейчас подходить к этой игре в лучшем психологическом состоянии. Ну а касательно состояния физического и того, как команда двигалась с «Зенитом», ну, по-моему, Спартак сейчас в плане активности, прессинга и всего остального выглядит чуть ли не лучшей командой России. Не знаю, подействовало ли то, что они позже всех из отпуска вышли, но результаты пока что мы видим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова